я хотел бы как бы рассмотреть аспект более духовный такой он заключается в том что когда вам плохо во время того когда вы голодайте вы должны говорить себе я ощущаю себя плохо и вот это плохое что я ощущаю это и есть мой путь стинания при преодолении моего заболевания понятно давайте еще раз допустим там начинает вам плохо вы уже не можете хочется кушать и говорите я это посвящаю борьбе со своим заболеванием там сустава чтобы он мне не болел мое стенание посвящаю этому заболеванию или я это стенание или вот эту боль или вот это страдание я его посвящаю подавлению своего заболевания таким образом вы или в случае если вы голодаете и у вас все хорошо вы можете говорить я посвящаю эти страдания своему будущему материальному благополучию можно голодать и этот голод является страданием и такое страдание она помогает нашему физическому телу потому что наша душа обычно включает болезни в нашем теле из-за того что человек не хочет духовно расти сознание при этом может направлять нашу душу и объяснять ей потому что душа она тоже как бы прислушивается и понимает именно поэтому наши стенания и наши истязания которые связаны с нашим голодом они бессмысленны если ничего не говорить и они имеют смысл если их чему-либо посвящать допустим случае если человек бедный он может голодать посвящая свои страдания своему дальнейшему материальному благополучию если человек неженатый или холостой или там незамужние то это можно посвящать вот такие страдания посвящать своему замужеству и так далее посвящать отдачи своего долга посвящать там еще чему-то хотел бы вам сегодня хотел бы вас сегодня поздравить сегодня вознесение господне это праздник который празднуется спустя 40 дней после пасхи христианской и мне бы хотелось сказать об этом празднике это праздник фактически дающий человеку понимания что жизнь не очень плотская она говорит о том что наше плотное физическое тело она есть точно так же как и бесплотное физическое тело дух божий который находится в человеке и это показал свое время иисус христос который вознесся перед учениками после того когда его распяли он 40 дней приходил к своим ученикам и 40 дней с ними общался и на 40 день то бишь сегодня он превратился в облако и сейчас вознесся объединившись фактически с богом при этом после этого вышло два мужчины и так предполагаю что это два каких-то ангела возможно я там не присутствовал возможно это метафорическая история и они сказали один мужчина был светлый а другой мужчина был темные они сказали апостолам христовым о том что апостол вознесся о том что каждый вознесется и так далее именно поэтому почему я это все говорю дело в том что мы недооцениваем свое бестелесное поле мы недооцениваем свое сознание мы недооцениваем свои чувства так вот этим самым нужно понять что наше бестелесное очень часто имеет больше значения чем наши телесные мы своим бестелесным можем лечиться мы своим бестелесным можем воспитывать свое тело жизнь так устроена физическим телом управляют гормоны а гормоны заставляют человека совершать ошибки то есть там желать мужчину который не хочет женщину не понимая что мужчина это не игрушка это человек со своим характером и так далее и после этого добиваться манипулировать производить там жестокие там чувства по отношению к этому мужчине или женщине там забирать воровать ругаться добиваться орать и так далее там блудить там обжираться это все наши физические проявления которые есть в нашем физическом теле сознание же наши она просто управляющие устройства и сознание она просто вот живет наблюдая на тем как это тело но душа следит бесконечно за тем чтобы у человека было движение к богу чтобы человек становился более добрым чтобы человек становился более милосердным терпеливым и эти две два элемента они очень активно работают когда человек бесконечно погружается в то чтобы этом ищет постоянно полового партнера хочет только жить так чтобы объедаться и лежать не думает о духовности не думает о милосердии не думает о боге не не видит окружающего прекрасного мира не ощущает радость своей жизни его душа начинает угнетать его физическое тело фактически заставляя сознание прийти к тому что нужно расти духовно и в этот момент формируются заболевания и в эти эти заболевания они контролируются душой то есть человеку помогают быстрее переродиться заставляя его болеть наше физическое тело управляется через живот наша душа управляется через грудь и наши чувства наше сознание это то что мы ощущаем себе наше сознание может общаться с нашей душой самый простой метод это пообещать душе что мы будем в своей жизни добиваться духовного роста и попросить ее не так мучить наше физическое тело это и называется молитва к своей душе обращаясь необходимо говорить ты моя хорошая ты моя прекрасная ты моя возвышенная любимая душа помоги избавиться от моих заболеваний я обещаю тебе терпение я обещаю тебе веры в то что будет хорошо я обещаю тебе духовный рост я не буду больше злиться на окружающих людей я не буду ненавидеть я буду более божественным человеком я буду стремиться быть хорошим человеком я буду выражать и контролировать все проявления добра я одену тебе душа и себе орден и напишу надпись на нем я хороший добрый человек и вот с таким намерением вот с такой молитвой вы можете попросить свою душу чтобы она помогла справиться с заболеваниями и второе и и второе это когда человек допустим говорит я помогу тебе душа справиться с моим неконтролируемым физическим телом я проголодаю тем самым покажу тебе что мое сознание может управлять этой этим физическим телом что мои сознание сильнее чем это физическое тело физическое тело это как пьяная наглая женщина жирная пьяная наглая старая женщина которая напилась и которые все на всем наплевать ей нечего терять она хамит ругается плюется рыгает падает непонятно чего хочет то на есть то она пьет и там вот и управлять ей невозможно то есть на каждое слово она начинает выделять какой-то гормон но наше сознание за счет нашей души как один из элемент духовного роста должен воспитывать наше физическое тело один из элементов воспитания это дисциплина когда наше сознание дисциплинирует наше физическое тело когда дисциплинирует чувства когда человек начинает ой почему что же такое что-то над сказать да стоп что что-то такое сколько может это продолжаться все это за каша малаша или там болит где-то нужно сказать this стоп сколько можно болеть я тебе не 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 разрешаю болеть хватит уже сколько можно вот таким образом наше сознание увеличивая свою силу может воспитывать наше физическое тело дисциплинируя его понятно это очень важно и это сегодня важно как раз в день вот такого вознесения это великолепно то о чем я вам говорю это некое духовное целительство которым может заниматься человек сам собой и это духовное целительство я прошу на него обратить особенно внимание потому что она действительно является одним из самых мощных эзотерических методов помощи человек допустим когда мы приходим в церковь но не ту церковь который называется христианская православная или даже католическая ну и возможно и в них но допустим приходим к пастору у которого очень большое количество излечений или исцелений как работает механизм когда мы говорим господи то мы фактически обращаемся к своей душе то есть мы говорим господи я славлю тебя аллилуйя то есть мы хвалим свою душу мы обращаемся к ней она находится у нас в груди мы она постоянно связана с богом это наш мост между богом и нами и когда мы говорим слава тебе господи благодарю тебя господи спасибо тебе то это мы подключаемся фактически или создаем мостик нашей души проявляя к ней нежность или проявляя к ней восхищение мы обретаем от нее милость после этого говорим пусть мои заболевания к чему мы это говорим мы обращаемся к своей душе и потом говорим аллилуйя это то же самое что ура хорошо это скоро произойдет включая тем самым веры то есть фактически эзотерически рассматривая духовное исцеление мы начинаем понимать к кому происходит обращение то есть когда они говорят аллилуйя господь знайте они не говорят с богом просто бокс человеком не общается он с ним общается только через его душу то есть сначала хвали душу сначала ей радуйся что она в тебе есть и после этого проси ее прошу тебя душа исцели мое тело прошу тебя душа помоги моим рукам прошу дай мне сил вот таким образом обращаясь к своей душе не забывая ее хвалить мы фактически работаем с собой то же самое происходит когда человек приходит церковь ставят ручки говорит господи помоги вы не к богу обращайтесь в их душе а вот когда человек говорит бог меня услышит и так далее то вы как ясновидящий в дальнейшем можете увидеть когда человек начинает просматривать других людей как ясновидящий то он начинает видеть что на каждом человеке находится паранормальные или негативные энергии они обычно входят через тело человека или входят или залазят из земли по спине и обычно выходят за пределы головы и вот так нависают запеленовывают глаза запеленовывают проникают в мозги через нос через рот проникает физическое тело и вот эти вот элементы они еще и вокруг человека находятся это элементы которые врываются в его энергетический кокон это элементы которые могут создать у человека агрессию блуд которые могут создать они питаются физической энергии хотя сами являются ментальной энергией или астральной энергии и когда и это все вокруг человека находится вот обычный человек который далек от эзотерики вокруг него находится очередь из вот таких вот энергетических сгустков это и мертвые души какие-то это мертвецы это могут быть лярвы это могут быть простые грегоры и так далее человек он в этой массе находится все время если человек просто складывает руки и говорит господи помоги мне господи помоги знайте в этот момент они для него являются господом таким образом именно они воспринимают будто это молитва к ним именно поэтому когда человек не обращается к своей душе напрямую как он думает обращается к богу он обращается к лярвам которые настолько вырастают что становится фактически в своих собственных глазах бесконечным помощником бесконечным элементом влияния и человек фактически разрешает им воздействовать именно поэтому когда человек имеет неприятности и молится богу говорит господи помоги господи спаси меня то у него не улучшается состояние от тысячекратно ухудшается у него появляется по-настоящему неприятности по-настоящему проблемы по-настоящему зло именно поэтому прямое обращение нехорошо но мы можем обращаться как эзотерики к своей душе это единственный элемент который является огненным элементом который без конца выходит из человека и входит во время его вдоха и выдоха проникая через проекцию астральных существ и это то что соединяет человека с массой или с массированным телом божественной энергии что такое божественная энергия могу рассказать вам еще раз однажды когда-то очень давно занимаясь длительным периодом эзотерическими практиками я вошел в состояние это было состояние которое выглядело так в какой-то момент почувствовалась и увиделась прямо с закрытыми глазами отсеклось вот восприятие себя где я нахожусь что я думаю о чем я думаю кто я все это исчезло в какой-то момент и произошло ощущение как будто я бесконечные бесконечные золотые волны я золотые волны бесконечные вокруг огромное количество вот этих золотых волн и сознанием и в чувствах было такое ощущение как будто это бесконечная защищенность бесконечная вечная бесконечная неторопливая бесконечная радостная бесконечная чувственная бесконечная любвеобильная бесконечно защищенная и бесконечно бесконечная вот такое состояние было потом когда я пришел в нормальное состояние то я понял что наше сознание наша душа она связана именно с вот этим веществом вот этим веществом бесконечного радостного бесконечного любящего бесконечного защищенного ни о чем не думающего вещества когда я пришел в себя то у меня со временем сформировался стресс почему потому что начали появляться мышь мысли что мир в котором мы проживаем и с его перерождением и всем остальным это бесконечные элементы перерождение и страдания и фактически похоже на бесконечное барахтание человека с его там проблемами заболеваниями и так далее очень похоже на бесконечные вот такие бессмысленные барахтание потому что рано или поздно человек все равно умирает объединяется с этим бесконечно своей основой я могу сказать вам что то состояние в которое мы попадаем после нашей смерти и в то состояние в которой мы приходим после смерти это состояние даже на одну секунду это состояние более настоящее чем то состояние в котором мы сейчас находимся почему человеку не дают возможности общаться с этими состояниями если бы люди хотели общаться и могли бы общаться то они бы не хотели рождаться потому что появлялось бы ощущение бессмысленности именно поэтому человеку не дают возможности прикасаться к божественному но в общем то теперь мы понимаем поэтому я все время говорю да не нужно относиться так серьезно к своей жизни в жизни важны чувства об этом я тоже говорю после чувства связаны с душой это то что контачит с нами происходит не то что мы думаем мы хотим с нами происходит то что мы чувствуем чувствуем страдания получаем страдания чувствуем радость радость привлекаем так мир устроен кто может услышать конечно тот услышит а кто не может конечно тот не услышит далее несколько слов о тех людях которые пришли сейчас на наш марафон и в данный момент прикованы к постели это парализованные с рассеянным склерозом это парализованные на фоне тяжелейших протекающих заболеваний и так далее вот то что я сказал я сказал для вас именно это и может помочь вам избавиться от данных заболеваний я говорю это серьезно вот таким образом молитесь когда ничего не по ним не ничего не помогает но не молитесь к богу обращайтесь к своей душе говорить я буду добрее сначала хвалите душу говорите ты моя прекрасная ты моя тонкая ты моя теплая ты объединенная с богом ты купаешься в вечном блаженстве я прошу тебя помоги моему телу избавиться от заболеваний пусть мои ножки начнут ходить пусть ручки начнут подниматься а я в свою очередь своим сознанием и своей душой буду стараться максимально радоваться жизни максимально не злить людей которые рядом максимально создавать состояние радости создавать состояние внутреннего наслаждения даже если мне плохо да это путь восхождение когда из пепла возрождается новая птица и это новая птица это новое духовное сознание это новое духовное понимание вещей это новая внутренняя духовность к ней нужно стремиться если вы болеете только она имеет вот такую мощную силу помочь нам справиться со всеми болезнями иначе мы становимся как безумные вредные хомячки которые злятся на весь мир которые не хотят есть которые ударяются лбом об банку которые там орут откусывают себе ноги там рвут на себе шерсть и не могут никак понять почему бог их не слышит потому что они злые понимаете а если бы они были добрые игрались бы с листочками то тогда божественная рука влезла бы в банку и позволила бы им выйти и играться бегая по руке и так далее это наблюдательное существо давала бы им лучший корм и помогало бы им расширять эту баночку и так далее мы приблизительно в таком же мире живем мы хомяки находящиеся в банке на которые смотрят бесконечная благость виде бесконечной божественной энергии сегодня внизу я оставил комментарий вот здесь в этом комментарии я написал мои рекомендации по рассеянному склерозу увеличивать потребление соли картофель пить натощак козье молоко так вот там я забыл написать еще вот что очень хорошо при рассеянном склерозе проводить ингаляции с козьим молоком делается покупается ингалятор разводится молоко в пропорции 1 столовая ложка на стакан воды наливается в ингалятор и делается ингаляции с козьим молоком козьим молоке находится вещество козы и вещество которое называется куэнзим q10 данные вещества и одно и другое является мощными нейромедиаторами которые помогают нашему мозгу справляться с тромбозами справляться с демилинизации справляться с жидкостью переизбытком ликвара и так далее и убирает инфекции при менингите при перенесенных вирусных заболеваниях при заболеваниях склероз мозга при старческом склерозе рекомендую выполнять вот такие рекомендации и делать ингаляции с козьим молоком делается это один раз в день вечернее время делается даже в позднее время лучше прям перед самым сном делается от пяти до десяти минут делается каждый день десяти дневным периодом потом 5-6 дней перерыв еще один период делается таких периодов должно быть 45 то есть где-то за три месяца нужно провести вот таких пять периодов это заметно улучшает состояние в начале ухудшает несколько недель как бы ухудшается ухудшается зрение там мочеспускания тело твердо и так далее потом плавно начинает улучшаться далее ну конечно же бассейный склероз формируется но очень долго это заболевание которое формируется годами это может быть голодание перенесенные вирусы реакция организма на стресс и и так далее но и лечение данного заболевания но не может быть категорическим и восхитительно быстрым но она возможно те программы это что я поставил вас это непременно на протяжении нескольких месяцев улучшит ваше состояние и дальше на протяжении года будет дополнительно вам помогать но сейчас когда я работаю с вами может появиться ощущение что вам не лучше а хуже и поверьте мне это правильно то есть ощущение там до начала курса было как будто вам легче сейчас как будто вам хуже не обращайте на это никакого внимания я вас додавлю да мучаю но когда в последний день это будет в пятницу уже вечером а в субботу проведем обряд выполнения нашего желания я отвечу на вопросы основные которые вы мне будете задавать и когда я отключусь и это произойдет уже в пятницу от вас и эту программу запущу то вы увидите насколько вам будет лучше вы увидите насколько вам будет реально легче просто сможете это уже до субботы воскресенья понедельника все ощутить также хочу вам сказать ну конечно же сейчас у вас есть обострение там все равно рука болит все равно нога болит все равно мне плохо все равно еще что-то хочу тоже сказать тот момент когда я отключу вы на самом деле еще лечение не получили мы работаем над тем чтобы создать вот эти программы сама программа она вас будет внедрена в самый последний день и вот с этого момента начнется то что мы делали на протяжении этого десяти дневного периода накручивали мантры и так далее сразу же хотелось бы сказать сразу же хотелось сказать ну вот допустим вы задаете иногда вопросы говорите как я занимаюсь целительством и что я делаю я могу вам сказать чем я занимаюсь и что я делаю давайте я вам скажу и так моя мои занятия начинаются с того что я провожу обряд первый обряд я представляю будто все ваши помещения где вы находитесь они я их начинаю видеть в виде комнаты после этого второе я делаю запечатывание этой комнаты и делаю выжигание и очищение с использованием мантр после чего каждого из вас я связываю грубо ниточкой и представляю будто я всех вас возношу в некий дворец который находится на небе при этом я представляю будто есть дворец на небе с признаками нужными нам то есть я представляю себя уларом гесером сидящим на коне то есть императором который там несет ответственность за людьми которые рядом с ним находятся после чего сажу женщин по левую сторону во дворце от себя на трон и мужчин по правую сторону от себя на трон и при этом запечатываю весь дворец признаками которые называются признаками ваджар насти то есть представляю над нами огромный ваджер представляю шире рам янтру которая лежит на полу представляю янтрические элементы которые вокруг нас находятся с правой стороны авалакитишвару сзади ваджрапани с левой стороны буду амитаюса впереди себя буду беканзу синего цвета или света лаписа лазурита при этом представляю на каждой стене изображение которые шевелятся это изображение 8 бодхисаттва учения в передней части трех элементов драгоценности с правой 21 подавления гневных духов сзади с левой стороны проявления бесконечного начала виде вишну и виде золотых точек которые есть на небе над нами представляю огромный ваджр больше еще выше представляю бесконечный золотой океан в этом золотом океане это как бы элемент божественной энергии после чего я провожу обряд я говорю пусть все вы помните пусть все кто нас мучает кому мы должны там болезни и так далее я представляю их под нашим дворцом которые находятся внизу я представляю огромное поле которое называю кладбищем на этом кладбище я рисую огромный круг на этом круге делю его на 8 частей и в этих 8 частей вставляю все классы наших существ которые хотят от нас нашей крови это наши болезни это наши неприятности это наши там психические заболевания физические костные так далее представляет а в виде вот таких божеств которые находятся в этом кругу он огненный и не дает им выйти после чего я представляю будто мы выходит там четыре элемента на краю этих колес становятся там хранители учения посредине там существо которое может справиться с этими всеми духами читаю как бы и призывая их из пространства астральных существ которые защищают нас и нашу школу при этом прошу их чтобы они наелись напились к нам дела не имели и после чего отдаю зло то которое есть и прошу эти существа которые это все уничтожают и закапывают землю прошу чтобы они нас защищали они от дворца становятся в четыре стороны с левой стороны в спереди сзади и так далее потом я прошу них чтобы они давали волны то есть обычно обращаюсь к метаю су к шопхе к таре и так далее то есть я с ними общаюсь и создаю читая мантры прошу избавить нас от заболеваний представляя при этом волны которые сквозь нас проходят после чего когда этот обряд проходит я объединяю всех своих учеников объединяя их между собой я делаю из них два тотема одну энергию представляю над нами и вторую энергию представляю перед собой перед собой представляю светящуюся второй элемент я представляю намерение которое связано с моим баджарным намерением полного выздоровления людей представляю это в виде огромного потока белой энергии находящихся в бесконечном пространстве каждого из вас я ставлю забирая из дворца и ставлю этот объект намерения то есть этот объект намерения это бесконечная космоэнергетическая сила которая связана с телопричинными элементами которая связана с физическими заболеваниями и представляю будто вы там находитесь где вы 24 часа находитесь в программе исцеления после чего проношу сквозь вас тотемные энергии которые называются ваджарная в виде огненного шара проходящего сквозь вот этой вот этот белый белую спицу намерений после чего делаю второй вернее первый белый шар проходит сквозь вас а снизу проходит желтый шар и как бы основная программа очищения завершения и завершением которое будет это как бы обращение к темной тотемной энергии но я немножко об этом не буду рассказывать далее с вами с теми людьми которые находятся перед вами зачем мне энергия которая представляю в виде женщины над собой в небе и зачем вы яркого белого цвета который находитесь передо мной когда я с вами работаю через верхнюю энергию которая находится над нами которую я не контролирую я могу посмотреть эффективность практик так случае если та женщина которая сверху становится старой седой распадается или злой это говорит о том что энергии не хватает о том что я делаю что-то неправильно о том что моя задача сделать все для того чтобы она стала красивой молодой любимой чтобы у нее появились элементы красивое тело красивая душа красивые зубы глаза длинные волосы драгоценности на теле красивой одеждой чтобы она была умилостливлена дальше что я делаю с огненным вот этим существом которое находится перед со мной первая практика я представляю будто я вижу мозг в него включая два электрода и начинаю выжигать я выжигаю левое полушария правая гиппокам гипоталамус после чего седловидное тело после чего продолговатый мозг делаю это медленно после чего нервную систему представляю с глазами представляю глаз делаю в нем этот свет два лучика делаю это в канальца при прихожу к хрусталику после этого объединяю с мозгом левый глаз правый глаз нервные ткани которые в ноги заходят и так далее после чего перехожу к носоглотки прохожу носоглотку представляет свет опускаюсь бронхи делаю высвечивание вот этими двумя электродами левого легкого медленно правого легкого после чего прохожу через пищевод делаю отбеливание пищевода вхожу в желудок делаю отбеливание желудка вхожу поджелудочную железу делаю отбеливание поджелудочная электродная такой после чего в тонкий кишечник в Вернее, в 12-перстную кишку, после чего в тонкий кишечник, в слепую, сигмовидную, подвздошную тонкую кишку, после чего в толстый кишечник, по верхнему сегменту толстого кишечника, после этого по сигмовидному кишечнику, толстой кишке, после чего по пятипалой кишке, после чего в слепую кишку, и после чего работа еще и с геморроидальными узлами которые представляют цветами которые распустились и которые засыхают я их вот так делаю пальцами отбрасываем после чего вновь возвращаюсь кишечнику нахожу где находится печень 2 электрода по печени после этого 2 электрода выжигают желчный пузырь после этого провожу вот эту трубочку которая идет у нас двенадцатиперстную кишку в поджелудочную железу и очищаю видео такого цвета возвращаясь после чего к сердцу представляю сердце как она связана у нас головой как она связана у нас с телом представляют тысячи ёршиков начинаю очищать каждый из этих сосудов который идет в ноги который идет в голову и делаю кровообращение одно делаю сосудистая другое делаю красное при этом в не в это все запускаю вот такую вот электросварку после чего перехожу к селезенки представляю всю селезеночную и лимфатическую систему прогоняет а лимфатическую систему видео таких электродов точно также ёршиками это все очищает после чего перехожу к почкам левую почку делаю после этого правую почку делаю объединяю их про просматриваю каналы которые связаны у нас мочевым пузырем после чего освечиваю мочевой пузырь после чего прохожу в половые органы уритральный канал после чего обращаю внимание на половые органы у мужчин мужские половые точно также электросварка там пенис 2 яичка 4 части представительной железы у женщины внешние половые губы внутренняя вагина после чего матка связанная с фаллопиевыми трубами окончанием всего является высвечивание яичников левого яичника после чего правого после чего просматриваю если человек запустился и пускаю программу очищения крови очищения лимфы перехожу к элементу который называется замораживания и закипания тем самым активирую железы внутренней секреции представляю будто человек вода на выдохе представляю будто он замерзает на вдохе представляю будто он закипает делаю так наверное раз 120 130 после чего провожу процессы лепки представляю будто я точно также леплю сначала левую часть мозга после этого правую как шпателем позвоночник после чего леплю глазки после чего леплю бронхи и все в той же последовательности как вам сказал после чего перехожу к практике который называется синяя вода представляю вас синие заполнены после чего работаю с вашими телами представляю будто вы это сжатый канат я его раскрываю этот канат представляю будто я выстирываю его выглаживая его выглаживая его утюгом после чего делаю так представляю вас как человека бросаю вас в мельницу делаю из вас фарш бросает от фарш центрифугу центрифуга пропускает вас через белое полотно все что остается на белом полотне это заболевание их сжигаю потому что здесь постоянно горит свечка после чего из этого существа превращается вновь человек делаю огненные пуджи представляю будто я вас разрезаю на части отрываю или снимаю с вас кожу разделяю вашу голову делаю там разрезаю ваши мозги глаза отрываю вам руки ноги вычищаю вас там от кишек и так далее и так далее то есть это огненные пуджи или огненные практики они имеют очень мощный эффект далее далее матрицы представляю будто вы большая матрица далее внедряю вас определенные агрессивные коды когда читаю код представляю вас огненным белым существом забыл сказать заполняя вас огненной энергией запускают огненную энергию и понимаю что она должна включить вас железы внутренней секреции и заполнить ваш позвоночник делаю архитектуру представляю будто вы огненный штырь от него планочки это ваши тазобедренные суставы плечевые суставы делаю правильную архитектуру чтобы она была ровная это поможет вам вашей жизни не болеть заболеваниями позвоночника после чего делаю внедрение настройки сознания после чего делаю там развязываете узлы при онкозаболеваний представляю вас допустим там огненным человеком или огненным существом бросаю в это огненное существо допустим код который открывает заболевания допустим заболевания там щитовидной железы представляю будто это существо как бы не существо а представляю будто кот зажегся открыл дверь я вхожу в эту дверь представляю будто в этой двери находится помещение светлое помещение или темное это помещение ваших заболеваний и начинаю либо убирать что-то из этого помещения либо отбеливать это помещение либо красить стены либо там еще что-то делать так с каждым заболеванием то есть вот эти все коды это фактически моя ментальная работа нахожу центр сборки болезней делаю печать сжигают и печать растягиваю вас вверх и вниз смотрю ваши телопричины ментальные каузальные и астральные поля при этом представляю будто вся ваша жизнь с вашими событиями это огромное количество лампочек выкручиваю старые лампочки закручиваю новые представляю будто вы с вашими тяжелыми заболеваниями это сгоревшее дерево вытягиваю это все из вас ставлю вам цифровые коды вашего ваших первопричин заболеваний меняю эти цифровые коды на коды которые могут вам помочь в общей сложности 129 заболеваний умножить на 9 первопричин получается 1116 или 1119 первопричин каждая первопричина это мой вдох и выдох работай с вами и это вдох и выдох работа с вами еще и как бы через канал ясновидение то есть я должен вас видеть я должен что-то представлять я должен ждать получение информации должен это выводить это такая вот работа делаю подготовительные методы выбрасывания отрывания выделения провожу тантры здоровья визуализирую там капли в вас провожу обряды там если проявляется божество провожу обряды проводов шести классов духов восьми элементов влияния планет кету мару хету и так далее то есть это все провожу обряды здоровья воздух огонь земля ищу печати заболеваний исчезает ну и там убираю это работаю с глазами и последовательствами проявления представляю вас глаза после чего представляю будто у вас есть некое такое ментальное существо которое называется тхарани или охранник начинаю искать контакт с этим существом прошу его чтобы он закрутил вам там что-то или открутил и так далее работаю с вашими железами внутренней секреции закручиваю представляя будто этой пружины представляю вас существом вокруг которого находится песочные часы и вы стареете после песочные часы внизу наполнены разворачиваю песочные часы работаю с вашими телами которые называются тело причинное тело которое похоже на землю тело здоровья и жизни которая похожа на воду ну и так далее дальше представляю ножи в теле вытягиваю их при этом представляю ножи с каменной ручкой ножи с костяной ручкой ножи серебряной на ручкой ножи золотой заполняю вас серебряной энергией в тигле представляю будто в тигле вас выплавляю выливаю человечка золотого что запускает вам железы внутренней секреции человечка с серебра сделанного запускаю элементы которые связаны с восстановлением костей нервных тканей и так далее железы пружины работаю с психическими заболеваниями убирайте психические заболевания представляю будто в глазах там у вас что-то светится затухивает после чего опускаюсь в астральный мир делают для вас больших астральных двойников и так далее делаю перекосы пупка то есть смотрю как у вас перекошенная энергия восстанавливая ее по системе цигун представляю медузы вытягиваете медузу вас из груди из вашего тела и так далее выпускаю птицы животных делаю практики ёршиков лепки пустоты делаю методы пульсации когда напрямую передаю свою чувственную энергию свое здоровье вам настраивая неким образом вас на то чтобы вы хорошо работали при артритах представляю будто вы огненная семечка которая горит от заболевания гипертонии представляю будто у вас в груди находится черный сжатый комок растягивая его вдоль вашего тела и сшивая убираю лишнюю энергетическую эпилептическую деятельность представляю будто от вашего тела многократно больше 108 раз делаю происходит энергетическая активность в виде вот таких вот вспышек в разные стороны убираю там боли в глазах делаю обмывание савитур представляю будто из вас вытряхиваю заболевания делаю это на свечку и представляю будто она все сыпется и сыпется иногда это занимает много времени делаю практики прожига делаю нити савитур которые связывают вас и божественную энергию выполняю около 100 практик там от заикания от эпилепсии судорог лишнего электричества зеркало и свеча методы обрасывания бон методы веревки бон высасывание из вас заболеваний сплевывание этих заболеваний изменения там кани или проводы там духов обращения к вашему прямому здоровью сделал специальный обряд такое выжигал восковые соты ваших заболеваний выжигал вату и ваших заболеваний сшивал вам сердца сшивал 6 2 чакру пошел многих людей есть проблемы со сном создавал оживление создавал слезы сердца это все создавалось для того чтобы у вас появились там хорошее настроение хорошее самочувствие и так далее изменял ваше состояние изменял их с помощью эзотерической практике кубик рубик после каждое заболевание это перемешанный кубик рубик я его соединял и объединял так чтобы все стороны нормально работали у вас есть первопричины заболеваний представлял над вами сзади вас полотно при этом полотно разорванная его сшивал гладил стирал делал это многократно переводил вас из потока вашей жизни одной в поток другой где вы будете жить ярко и счастливо открывал подпространственную дверь и убирал вас из матрицы этой жизни в матрицу где вы будете жить совершенно счастливыми и здоровыми и ставил это вам перед сном работал со змеиной шкурой ваших проклятий там влияние так далее работал с негативными вибрациями с помощью прямой передачи сердечного тепла и вам от манической энергии от меня вас путем благословения меня как вы высокодуховного существа для вас там просьбами моими для того чтобы там мы простираниями для того чтобы вы выздоравливали убирал у вас привороты сглазы невезения в жизни устранял это проводил обряды убирания кладбищенской магии порчи блуда там ставил вам пентакль абсолютного выздоровления когда говорил поставьте вопрос скажите с каким состоянием вы пришли тогда и в каком состоянии вы сейчас вы говорили 18 16 и так далее я представлял будто негатив находится в груди все остальные становились вокруг вас после чего менял вам то есть груди ставил 9 максимальное состояние которому вы стремитесь и девятки вокруг вас которые будут помогать вам выздоравливать спереди сзади слева справа везде представлял плюсы тем самым фактически строил вам пентакль вашего движения с вашим разрешением или намерением проявления в вас здоровья потому что очень часто ваше сознание она уже не хочет выздоравливать и вас нужно за заставлять это делать после чего делал внедрение в вас капли жизни капли сознания капли новых чувств капли нового тела после чего у нас были астральные операции где там ну как-то проводил проводил практики сакрально архитектурного построения нити окалины и реки жизни где убирал вас неприятности после чего внедрял вас 8 на 7 8 на 8 64 64 кода которые связаны с тем чтобы в вашем теле начали правильно работать структуры саморегуляции и все системы начали работать в состоянии гармонии рисовал при этом пентакль после этого внедрял вас одна тысяча сто шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят цифровых кодов как я представлял каждый раз каждую цифру представлял и внедрял включалась после чего делал договоры с духами работал с вашими чакрами с вашими невезениями после чего перешел к ментальным практикам целительства представлял вас будто в сосудистой системе там все золотом вокруг вас горит это некие такие ментальные элементы их 100 методов я их внедрял вас после чего у нас шло сто сто двадцать три кода которые я внедрял убирал с помощью ясновидения ваши заболевания после чего коды второго уровня их у нас там было сто пятьдесят семь кода второго уровня которые более глубоко входят первопричинные заболевания находя область область первопричины доходя до нее я пытался вскрывать первопричину очищать удалять и так далее если кто-то хочет сказать мне что есть более эффективный целитель чем я я буду громко в лицо орать просто почему нет таких людей которые могут работать по три часа с человеком утром и по три часа с человеком вечером и еще по два часа перед сном нет таких людей такие еще не рождались те методы которые даю они бесконечно сложны их очень сложно применять с ними очень категорически сложно работать и когда люди говорят я хочу заниматься целительством я хлопаю в ладоши говорю вы выбираете для себя чрезвычайно тяжелый путь почему потому что те целители которые во многом сейчас работают это всего лишь люди которые перетягивают заболевания берут заболевания человека и вставляют их в себя а потом пробует переварить чем это заканчивается очень часто заканчивается плачевно те люди которые являются целителем становятся больными сахарным диабетом их дети начинают болеть в жизни все становится плохо они таким образом просто являются вентиляторами или мусорными ведрами в которые добровольно за две копейки сливают грязь с тех людей которые к ним приходят второй вариант целители это которые думают что лечат на самом деле просто берут деньги и ничего в итоге не получается 3 которые еще и обманывают которые внушают горит эти а вылечил те вылечил на самом деле никто никого не вылечил он не проверить не может ничего сделать не может у меня есть минус я вижу ту работу которая провожу и я работаю по-честному заставляя и делая все для того чтобы это было идеально все остальное уже зависит от вас почему я вам сказал саму систему если человек бесконечно предал свою душу если человек бесконечная какашка если человек настолько проросла ненависть настолько проросла злоба настолько проросло говнизм какой-то настолько проросло вот ложь настолько проросла вот сволочность вот это то вылечить такого человека будет сложно почему я корячусь а душа не хочет она закрывает это все говорит это существо недостойно пусть она растет духовно именно поэтому и говоришь духовность является одним из максимально ярких проявленных элементов и человек обычно говорит андрей андреевич я хороший добрый человек а сколько раз вы ненавидели своих детей а ругал кто а кто устраивал террор а сколько по времени вы обижаетесь а кто не хочет помогать этому миру кто не хочет помогать близким кто не хочет видеть мир в котором мы находимся кто не хочет жить в этом мире почему вы этого всего видеть то не хотите ведь он прекрасный нет деньги 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 жирная 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 жена сколько можно слушайте вы себя загнобили вы себя гнобить и гнобить и всех людей вокруг вас вы не добрый человек у вас либо зависть либо ненависть либо еще что-то ученики школы после седьмой ступени потом мне пишут андрей андреевич вы должны иметь волос вам надо сбрить волосы быть нормальным человеком это еще что такое то есть столько говна что нужно его выплеснуть даже своему учителю после этого я не могу выздороветь но как же ты выздоровеешь если после того когда марафон заканчивается они начинают обсуждать только столько денег заработал дуй-ка какашка а давайте позвоним скажем что мне не помогло и заберем все деньги обратно но это же нормальный процесс то есть говнизм надо убрать вот это все внутреннее говно его нужно собрать и убрать и стать наконец-то хорошим человеком когда захотите орать вспомните что я вас наградил медалью вы добрый хороший человек кого-то бить скажите и себя не угнетайте не говорите я какашка никому не нравлюсь я злая вредная там еще какая-то будьте высокодуховными людьми плохие президенты хорошие все в сад плохо живется хорошо видите все хорошее вы одеты плохие у вас родители хорошие но вы-то выздоровели вы-то сейчас здесь значит они вас вырастили и вы дожили до престарелого возраста значит у вас и кальций и калий присутствовал это говорит о том что хорошая жизнь была хорошие гены они хорошие тогда чё тянуть-то уже сами родители а все плохие и дети тоже чего вы гнетете работайте над собой становитесь добрыми хотите что-то сделать детям дайте им денег хватит их воспитывать хотите в жизни своей счастья хотите чтобы тело не болело видите мир вокруг вас находящийся это не таблетка это радость мы ее должны знать мы должны на нее ориентироваться это процесс длительный таблетка вам поможет не почувствовать боль но распад тканей будет происходить я говорю вам это серьезно вот вот собственно это то что я хотел сегодня сказать а так хорошо все начиналось вознесение господне зачем иисус христос вознесся и что такое было иисус христос я вам сейчас расскажу когда в свое время люди жили то они настолько погрязли в бесконечном состоянии блудности доказательства они в римской империи ели и потом перышками рыгали они запросто могли убивать огромное количество людей и народ за счет этого начал все ниже и ниже опускаться он начал становиться злым это злоба она переверотила все кто привела к тому что людям начало нравиться когда они мучили других людей разрезали их на части делали дыбы выкалывали глаза и так далее когда иисус христос умирал и за ним умирали его сподвижники то он фактически говорил пусть та боль а почему люди это делали потому что вокруг появлялись гневные существа астрального мира гневные духи которые влияли на людей делали их бесчеловечными то есть вся система деградировала когда иисус христос появился и умер то он вот эту боль которую он проявил вот эту боль которую проявили сподвижники они эту боль посвятили тем существам которые хотели поработить людей то есть перевести их исключительно в темную сторону темная сторона это перегрызть всем горло темная сторона это переубивать всех вокруг себя темная сторона это не хотеть ни детей убивать и порабощать и сделать так чтобы той системы и тех людей просто не было превратить людей в животных чтобы люди совокуплялись деградировали становились ничтожествами они посвятили свою жизнь и вот эту свою боль они посвятили и это сделали выкупом для того чтобы люди были счастливыми чтобы эффект цивилизации был и так далее но люди это все извратили они не понимают настоящий эзотерический смысл религии христианства они видят в этом идолопоклонство видят еще что-то видят еще что-то и это глубокое заблуждение я очень уважаю иисуса христа я не считаю иисуса христа своим богом чтобы вы понимали но я благодарен этому существу и благодарен тем кто шел за ним благодарен всем мученикам потому что они выкупали рот человеческий чтобы ему было не так больно выкупали чтобы он был более счастливым они платили своими болями они платили своими стенами чтобы люди жили более счастлива я благодарен всем страдальцам благодарен всем кто пострадал ради того чтобы помочь существам выбраться и жить более комфортно и жить более радостно и так далее это были люди с великой миссии их смерти их боль их страдания они не были никогда бессмысленными они были посвящены тому чтобы рот человеческий выживал для того чтобы рот человеческий не так страдал именно за счет них появились потом обезболивающие потому что их дали роду человеческому и антибиотики и все остальное то есть это в этом есть эзотерический смысл теперь вы всю подноготную эзотерическую знаете и всю эту подноготную можете именно таким образом и рассматривать вы теперь понимаете как устроено христианство вы теперь понимаете зачем были люди которые являлись людьми которые страдали потом получили сан святых людей и так далее ну и теперь понимаете скорее всего и заблуждения данной системы а также понимаете как лечат в христианских или не в христианских системах как лечат людей путем обращения собственно говоря к своей душе вот теперь вы это все знаете скажите вам чтобы вам было полезно это услышать мне когда говорят о том что там я занимаюсь там и занимаясь руками по брэбери хаймен или про по барбари стайным я не помню ее фамилии то я обычно начинаю улыбаться почему потому что этим вылечить человека нельзя обмануть можно дальше там сверху огненная энергия снизу смешала землей вверх потом я не помню как это называется смешалась там с небом после этого мое веление полное исцеление и так далее после этого эту энергию внедрять другого человека и так далее это все механика она если не цепляет душу если не цепляет тело то помогает только время на одну секунду во многом там человек говорит андрей андреевич если у меня дар целителя и так далее дар перетягивает на себя болезни любого человека есть у каждого человека а вот стать целителем это уже тонкая энергии тонкое знание и это очень ну очень яркий такой труд этому можно обучаться все вот эти методы я их все даю и ими обучаю людей что я сделаю в самом конце вы получите ту энергию которая танцует над нами и там в ней находятся все программы а та энергия с которой работаю напрямую я ее каждый день вам обратно отдаю та энергия которая в нет в которой внедрены те программы вот эти коды первопричины там пентакли и так далее это все сверху вы еще это не получили вы это получите в последний день когда я отрежу программу и когда она вас войдет вот когда она вас войдет начнется уже жизненные изменения связанные с улучшением а сейчас это все идет вот как бы в такой более мягкой форме по-настоящему изменения после закрывания программы вот там когда говорят допустим там дуй конь не за бога и так далее я вам хочу сказать что я хорошо отношусь к любой религии я объясню почему сегодня я смотрел нечаянно у меня вы выдала нечаянно выдала видно кто-то смотрел из детей нечаянно выдала вот тему популярной музыки ведь всегда популярная музыка она влияла на людей давайте вспомним 30-е года какие были песни нам песни строить и жизнь помогает она всегда нас ведет и зовет и тот кто с песней по жизни шагает тот никогда и нигде не пропадет о чем песня она говорит о том что человек должен двигаться вперед не страдать о том что его это к чему нибудь приведет у него появился стимул и так далее далее потом были песни которые пел допустим антонов там или гнатюк там птица счастья завтрашнего дня выбери меня выбери мотивация веры в то что все будет хорошо песня любви в фильме допустим служебный романс там которые говорили и вообще служебный романс или песни вот и или те фильмы где не было малолеток которые с накачанными губами и сисяндрами там соблазняют кого-то за деньги и так далее там были люди которые ходят на работу которым за 40 лет и которые находят в себя силы несмотря ни на что создать семью несмотря на то что она руководитель а он обычный подчиненный но между ними вспышка и любовь и там рассказывается о том что не нужно придавать любовь даже если она старая что есть какие-то этические соображения мир в котором мы жили он был прекрасный понимаете и сейчас тогда была идеология это идеологии вера что все справедливо что все честно а сейчас вот я посмотрел на то что есть вот смотрите популяризация гомосексуализма популяризация проституции популяризация вот допустим самый популярный час популяризатор там это маргенштерн допустим посмотреть на этого мальчика и я посмотрел песню которая вышла 5 июня там я посчитал слово факт что в переводе на русский язык обозначает то что написано на заборе произносится на протяжении всей песни больше 79 раз а если точнее 76 тем самым я хочу вам сказать что это прямое прямая угроза прямая угроза тем детям которые живут и все же на него равняются они хотят много денег они хотят всех посылать они хотят быть агрессивными они хотят красить ногти они хотят а это же все элемент безверия почему он произошел и почему так все сейчас работает я вам вчера рассказывал с одной стороны бюрократическая подушка им нужно кормиться а с другой стороны люди которые должны противостоять и мир создает маргенштерна который убирает у этих людей возможность веры возможность нормального существования который говорит что единственный метод это обдолбаться унюхаться забухать кого-нибудь убить объединиться отобрать то есть это фактически эволюционная модель построения сценария насилия которая будет развиваться по моделированию идеологии которая в свое время было в чили перу где с одной стороны очень богатые люди а с другой стороны классы и наркокартели которые бесконечно воюют друг с другом с огромным количеством массы которые и одна и другая система пытается всячески донимать эксплуатировать уничтожать и так далее да это та модель которая формируется за счет он сам этого не понимает но то что это хавают как раз говорит о этой модели почему я это говорю эта музыка уже существовала она существовала в чили она существовала в перу и она существовала до момента того когда система точно также развивалась были люди которые были довольны были тех кто на кого-то работал все как-то мирились между собой бюрократическая система росла она налогами уничтожала людей и начали появляться музыка противостоящие этой системы так как цензуры не было с другой стороны начали появляться люди которым нужно было закинуться которым нужно было уколоться контролировать наркопритоны контролировать порно контролировать свободных женщин там делали из этого делали гомосексуальных людей делали из этого купи продай ную систему и сейчас с одной стороны наркокартели с другой стороны картели людей, которые у власти воруют, с другой стороны эти несчастные люди, которые еле там выживают между огнем и между небом и землей. Пытаются как-то выживать там и так далее. Ну вот это наш сценарий. Я когда-то говорил уже несколько лет назад, мы живем по мексиканскому сценарию. То есть у нас все для того, чтобы это произошло. И мы единственные, кто может это изменить. Мы, ученики школы Кайлас, люди, участвующие в РТЕ. Минусы этого всего. Минусы уже есть. Вы просто видите только внешнее участие. Есть еще внутреннее. Это когда закрывают счета, когда экономически как-то влияют на нашу школу. Вы просто не знаете этого всего. А это есть. Потому что сподвижники и те люди, которые хотят что-либо сделать в этом мире, они всегда являлись теми людьми, которые не нравились никому. Никто не хочет эту правду слушать. Потому что сейчас нужно говорить о том, что вот этих огромную систему этих народных депутатов, этих всех служителей Фемиды и служителей всей вот этой вот фигни, их нужно сократить в 50 раз. Оставить их там, я не знаю, 300 человек, чтобы управляли страной. А всех остальных убрать вообще нахрен, чтобы их даже не было. И после этого оставить только там исполнительные какие-то руки и их не сокращать. Потому что у нас управленцев вот столько, милиции вот столько, а людей, которые это все оплачивают вот столько. И получается, а должно быть наоборот. Те, кто оплачивают вот столько, а управленцев вот столько. Это же разумно, понимаете? Это же разумно. А у нас наоборот. Поэтому людям все хуже и хуже. Появляются Морденштерны, которыми движет сила эволюции, которые говорят о том, что нужно оружие, что нужно объединяться, что нужно колоться, что нужно забирать, что нужно нападать. Они сначала маленькими будут, потом они будут большими, а потом будут картелями. Потому что найдется кто-то, кто их объединит. И они будут слушать вот эту музыку. Для них это будет новым этапом их эволюционирования. Именно поэтому это и появилось. Вот так. И этим всем управляются цари, которые у власти находятся, у которых нет несовести и которые не хотят изменять эту систему. Вот и все. Почему? Идеология. Они воры. И они люди с очень низкими тонами. Но мы с помощью серебряной волшебной палочки изменяем это все и эту традицию изменяем. Поэтому такие удивительные изменения во всем мире. Хороший у нас получился сегодня бла-бла-бла. То есть мы хорошо поговорили. Поговорили о политике, о Мангерштерне и так далее. Жаль, конечно. Жаль этих детей, которые окунаются в эту грязь. Дело в том, что человеку нужно говорить о том, что существует все-таки существует радость другая. Это радость просто того, что человек живет. Что не может эта радость, которой ты живешь и ты ее ощущаешь, она не может замениться синтетической радостью. Синтетическая радость, она не долгая. Алкоголь это синтетическая радость. Наркотики это синтетическая радость. Многие на это подсаживаются. И потом их... Они даже не понимают, что радость жизни может тоже увеличиваться. Как это все устроено? Когда человек живет, он же не обучает себя, что ему нужно радоваться. А если обучать себя, что нужно радоваться, то тогда все начинает приносить радость. Какие должны быть школы? Дети во время первого занятия в школе должны говорить, я получаю радость от того, что я в одежде. Я получаю радость от того, что я кушал. Я получаю радость от того, что у меня есть мама, папа. Я получаю радость, что у нас нет войны. Я получаю радость, что у меня есть возможности обучаться. Я получаю радость, что у меня есть эти знания. Я получаю радость, что я могу заниматься. Я получаю радость, что у меня есть желание прыгать и скакать. Я получаю радость, что есть на улице погода. Вот этому нужно обучать. Тогда люди будут целой системой расти, они будут расти счастливыми, у них радость будет увеличить, о, дождик вошел, о, надо же, знаете, как я к этому пришел, потому что лежал умирающий, потому что два перелома позвоночника, открытый перелом руки и там выбитая половина лица без зубов и так далее. Это было очень тяжело, потому что отлежав 9 месяцев в скафандре, перевязанный весь, после чего обучаясь заново ходить, через полтора или два года поставили диагноз, сначала думал, это у меня кашель, пневмония, лечили все врачи мне несколько лет пневмонию и лечили туберкулез, считали, что у меня туберкулез, там что только не лечили, а потом оказалось, что это у меня увеличенное средостение и лимфогранульматоз. После этого начинал я лечиться заново и, конечно, для меня это был стресс. Вот когда я весь лежал и когда у меня перед глазами была бесконечная пелена, когда слезы душили мне горло и я думал, что дальше некуда, хуже было, потому что не работал кишечник, был микроинсульт и все тело ломало, работать не хотелось и не было никакого, ничего не хотелось, ни секса, ни еды, ни жизни. Весь мир был бесконечная кастрюля, закопченная серединой с гниющей едой. Вот тогда я понял, что нужно себя обучать. Я начал говорить себе, что нужно обучать радости, потому что ее не было ни в каком виде. Я в жизни своей уже на то время и деньги имел, и женщину, и хороший бизнес, но радости не было у меня. Никакой, ни одной, ни в каком месте, нигде жизнь не приносила радость. Радость приносила беспорядочные половые связи, приносила алкоголь, может быть, приносили какие-нибудь встречи с друзьями, которых я искренне, если честно, не любил, а только использовал. Жизнь была связана с тем, что я зарабатываю. Когда не получалось зарабатывать, я искренне страдал, разочаровывался, считал людей какашками и так далее. Я был человеком, который жил в состоянии первого уровня, а дальше болезни, это состояние обвинения. Обвиняй себя, обвиняй вокруг себя, обвиняй всех вокруг себя, обвиняй весь мир. Это состояние, которое называется первый уровень или самое нижнее дно человека-обвинение. То есть я жил через призму обвинения, это закончилось поломанным позвоночником, поломанным лицом и рукой. Это закончилось потом долгим лежанием и обвинением всех окружающих в том, что они некомпетентные дурачки, после чего онкологическим заболеванием. И выход из этого всего, вот пока не пришло понимание. А это было очень сложно, это как бороться, как Дон Кихот, бороться с мельницами. Мягкое понимание и воспитание в себе, что все равно что-то хорошее в моей жизни есть и долгая работа над собой, больше чем 5 лет. Я себя воспитывал, что нужно радоваться погоде, что погода это хорошо, что люди это хорошо, что каждый имеет право там быть вредным или невредным. Главное, что я этого человека люблю и обожаю, главное, что мы живы, и главное, что есть, что есть, и главное, в чем я одет, и главное, что я сегодня проснулся. Просыпался, говорил, да не важно, что у меня болит, главное, что проснулся, мог бы не проснуться. Понимаете, и вот плавно я себя научил радоваться. Сейчас это происходит уже само по себе. Что бы ни видел, как бы ни происходило, все приносит хоть чуть-чуть элемент радости. Дети радуют, близкие, плохие настроения радуют, хорошее настроение радуют, позитив. Вот в этом состоянии я и живу. Ругаемся ли мы или нет? Это не имеет значения, я объясню почему. Можно ругаться и ненавидеть, а можно ругаться и обвинять. У меня такое бывает, я могу отругать и поцеловать, понимаете? Почему? Такой мир, так оно все устроено. Я не Полиенко Александр, который живет по принципу, я фригидный мужчина. Я дуйко, а я живу, как мне хочется. Я живу, как мне хочется, это проявляется в том, что если нужно там кого-то отчитать, я отчитаю. И не буду избегать возможности там промолчать. Поэтому, если у меня охранники или сторожи, или производство, я могу позвонить и сказать, вашу мать, давайте мне там то-то, то-то, вот так. И могу и похвалить, и сказать, спасибо, я это вижу, знайте, что я обращаю на это внимание. И мне нравится то, что вы это делаете. Я так живу, понимаете? Я не фригидный мужчина, как Александр Пальенко. Потому что переводить все в то, что нужно быть абсолютно меланхольным, так не может быть. Мы не такие люди. Нам надо и вот это, и надо и вот это. Мы должны быть и такими, и такими. У нас же две стороны. У нас и тестостерон, и эстрадиол, понимаете? Они борются. Но на первое место я все равно ставлю элемент, быть все равно добрым человеком. Я не хочу убивать. Я против войн. Я не хочу, чтобы люди распадались. Я за то, чтобы было созидание. Чтобы поля росли. Чтобы леса жили. Чтобы солнце светило. Чтобы дети росли. Чтобы чужих детей не было. Чтобы бедные бабушки, получающие 1200 гривен пенсии, могли как-то выживать. Чтобы им дети помогали и так далее. Но какая у нас миссия? Мы же не можем ничего, понимаете? Мы не можем там становиться политиками. Мы не можем становиться президентами. Мы не можем становиться кем-то. Наша политика это высокий духовный рост. Мы стремимся изменить себя. Для того, чтобы окружающие люди брали пример. Мы стремимся изменить окружающий мир путем собственности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok